Три года правительство расширяло анатомические театры и устанавливало там новое оборудование, поэтому нельзя говорить о халатном отношении властей. Все ответственные за случившееся уволены. Государство меняет систему, но трудно изменить людей, работающих в ней. Об этом заявил на заседании правительства исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян, комментируя инцидент с останками военнослужащих, которые были обнаружены в Обовянском отделении судебно-медицинского научно-практического центра. По его словам, об отношении правительства можно судить по той работе, которую оно проделало за эти годы, а также по тому факту, что все виновные были уволены. В 2018 году анатомический театр действовал только в Ереване. В регионах патанатомы проводили работу во временно оборудованных комнатах. С 2018 года в Ереване объем анатомического театра был увеличен в 8 раз, а его отделы были открыты в 7 городах республики. Кроме того, не было приборов для генетических исследований. Первый ДНК-секвенатор был закуплен в 2018, второй – в 2020. На 25% вырос фонд зарплаты судмедэкспертов и патологоанатомов. В последние месяцы они работали 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, добавил Пашинян. Это показывает, что власти не на словах, а на деле улучшали условия работы в данной сфере, добавил Пашинян. Но министр здравоохранения или другие руководители не могут лично каждый день обходить каждый объект и следить, кто как работает. Все виновные понесли ответственность, отметил исполняющий обязанности премьера. Подпишитесь на наш канал Будра Ньюс и будьте в курсе всех событий.